Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Всем хороших выходных, но биткоин падает. Вот за последние пару дней, смотрите, с 58, ПД еще упал на 52 500 долларов. Какая распродажа на битке. Смотрите, там я продал по 65 тысяч, всех предупредил и продал, а затем расставил ордера на покупку по 56 500 долларов, затем 53 тысячи и 48. Капитализация рынка опустилась ниже 2 триллионов долларов. Вот посмотрите, куда опускался биткоин, на 52 800, и затем отскочил на почти 54 тысячи, и огромные зашли торговые объемы. Индекс страха и жадности в зоне экстремального страха. Просто сумасшествие. С 56 тысяч упал биткоин, когда индекс страха и жадности и так был в страхе. Доминация биткоина 53%, и биткоин пытается вернуть отметку 54 тысячи. Это мой телеграм-чат. Это уже 15-минутный чарт. Смотрите, как падал биткоин. С 57 тысяч. И ПД на 52. Смотрите, какое падение. Не резкое, а даже постепенное такое, без покупок. В этом видео мы сделаем теханализ биткоина, эфира. Я покажу вам свой торговый аккаунт. Там примерно 564 тысячи. Вчера, конечно, сильно просил баланс, но я закупил биткоина и эфира. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. И посмотрите, какой красный день. Тесла минус 8%. Доджкоин минус 6%. Эфириум минус 6%. Рипл минус 4%. Биткоин 4%. Капитализация минус 3,6%. Бенби минус 3%. Юнисвап минус 1,9%. Триллионы долларов уходят с рынка. Солана минус 3,4%. Ворлдкоин тоже. Мета. Насдак минус 2,5%. Покет минус 3,5%. Сумасшедшее падение по всему рынку. Все упало. Это не бьютифул. Смотрим теперь на биткоин. Недельный таймфрейм. Стохастик идет вниз. РСА тоже. Похоже, что биткоин может пощупать это дно на 46 тысяч. Вполне возможно. Это трендовая линия. Может на нее уйти. Криптогуру бот все еще держит сигнал на покупку, которую он дал еще в феврале прошлого года. Не перевернулся еще в продажу. Биткоин индикатор бот дал сигнал на продажу. Как раз перед этим падением. Давайте опустимся теперь на дневной таймфрейм. Тоже видно, как падает биткоин. Вот там я всех предупредил на 65 тысяч. Говорил, что там восходящий клин. И сам продал. Покупать не нужно было. Я ставил ордеры на 56, 53 и 48 тысяч. Тем не менее, начал затариваться раньше. После этого небольшого падения. По 58, 57 и что-то сейчас подобрал. Нужно было тупо подождать, пока биткоин опустится на мои цели. Но теперь похоже, что биткоин вполне-вполне вероятно может опуститься на 45 тысяч долларов. На этих выходных, если какие-то плохие новости, атака на рынок и так далее. Безопасный вариант зайти в лонг это 45. И отодвигайте цену ликвидации ниже 45 тысяч долларов. Вполне возможно, что биткоин пойдет на 45. На выходных, на плохом новостном фоне или еще что. В общем, будьте осторожны. Также здесь голова и плечи. Вполне возможно, что биткоин пойдет на 45 тысяч. Отодвигайте стоп-лоссы или цену ликвидации. Ну а на 45 можно заходить. Там у биткоина поддержка. Еще один потенциально трейд. Можно открыть здесь. На 49 тысяч. 125 долларов. Ну и тейк профит по обеим сделкам тянем на 104 тысячи долларов. В расчет на бычий рынок. А по моей теории, вершина бычьего рынка придется на октябрь 25-го года. Вот такие две сделки можно было бы открыть на биткоине. По первой соотношении риск прибыли 65. Риск 877 долларов. Заработать можно 57.700. Это в расчете на один биткоин без плеча. По второй торговой идее риск 493 доллара. Заработать можно 63.100. Вот две такие торговые идеи, с которыми можно зайти в биткоин. 49 и 45. И вот то, что я постил в твиттере 10 дней назад. Вам покажу. А затем перейдем на мой торговый аккаунт. На Bybit. Так вот, короче, на твиттере 10 дней назад. Где это было? 10 дней назад. Я идеально все предсказал. Предсказал это падение биткоина. В общем, я предсказывал, что биткоин пойдет на 54. И вот он сюда и пришел. Чувствую, как многие рвут на себе волосы, включая меня. Поэтому я покупаю. Это я постил один час назад. Докупил биткоина по 53 тысячи. Также купил эфира на 5 тысяч долларов. По 2191. А потом еще одна заявка по этой цене. На 5 тысяч долларов. Тут на 850 долларов. На 8700 долларов биткоина. По 53200. Здесь на 1900 долларов. 53100. Еще на 5300. По 53100 долларов. А теперь напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. Регистрируйтесь на Bybit. Получайте бонус до 30 тысяч долларов. Одна из самых крупных бирж в мире. И на мой взгляд, самое лучшее. Для торговли с плечом. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Учитесь теханализу. И ссылка номер 3. Присоединяйтесь к моему телеграмму. Где уже около 9 тысяч трейдеров. Мой торговый баланс вчера сильно просел, конечно. 565 тысяч 600 долларов. Потерял 50 штук. Считать 10% от баланса. За последние 30 дней было 542 тысячи. Поднимался на 639. 634. То есть получается заработал 542. 636. Ну это я заработал, будем считать, 100 тысяч долларов в месяце. И затем опустился на 80 тысяч. То есть за 30 дней я заработал 542 тысячи было. 565 стало. Заработал примерно, сколько это, 23 тысячи долларов за месяц. Но был в плюсе на 100 тысяч долларов. И не фиксанул 80 из них. Это мои покупки на биткоине. Смотрите, где я продал биткоин. По 65 тысяч. Когда всех предупредил. Проблема в том, что я начал закупать слишком рано. Как я обычно и делаю. Первая заявка у меня стояла на 56500. Затем на 54. Но, к сожалению, я начал затариваться раньше. 58. Хотя нет, я тут... 57. Затем было 54. И 53. Но сделка у меня пока что в минусе. 26200 долларов. Размер позиции 430 тысяч. И также я добавил маржу, чтобы отодвинуть цену ликвидации. Она теперь ниже 48 тысяч. И буду еще отодвигать, если нужно. До 42. Минус 26 тысяч по этой сделке. Пока что. И вот то, что я держу на этом аккаунте. Разбивка по активам. Докупил я биткоина на этом падении. Теперь у меня USDT на 220 тысяч. Помните, когда я все продал на 65 тысяч? Я все перевел в USDT. И затем начал понемногу заходить. В общем, я взял биткоина. Добавил на этом падение. Теперь у меня 1.59 биткоина. Это на споте. Также я купил эфира на падении. Давайте, может быть, возьмем чутка доджкоина. Или что? 565 тысяч 400 долларов на балансе. И 220 тысяч в USDT. Но это 43%. Пока что оставим. Доджкоин у меня на 8%. Биткоин 17%. MCRT 13. Юнисвап 8%. Эфириум 6. И я купил еще эфира. И еще купил. Юнисвап на этом падении. Вот мои покупки на Юнисвап. Я докупил Юнисвап на этом падении. Или нет? Я докупил эфириум на этом падении. Смотрите мои предыдущие. Там я продал эфир. Да это круто на самом деле. Смотрите, где я купил эфир. По 2098. Вот здесь, смотрите. По 2093 доллара. Затем я этот эфир продал. Примерно 10 дней назад. По 2000. Сколько? 700 долларов. Затем купил по 2400. Купил снова по 2400. И только что купил по 2150 долларов. Это моя сделочка по биткоину. Которая в минусе на балансе 565800 долларов. Сильное падение. Что на рынке, что на балансе. Теперь давайте быстро пройдемся по разным монетам. Что у нас где интересного? Общая капитализация рынка. Тоже, кстати, дошли до моей цели. К сожалению. Я проставил же ее раньше. И не нужно было мне заходить, сука, так рано. Тут был ложный выход. Я же сам это все рисовал. Несколько дней назад. Затем я прорисовал этот симметричный треугольник. Который формируется. И цель поставил. На 1,8 триллиона. И в итоге мы сюда и пришли. Дошли до этой отметки. Посмотрим, что у нас на недельном. Бычий флаг. А смотрите. Опустились на поддержку. Ну а следующая поддержка уже. Где? На 1,69 триллиона. Если мы не удержимся на текущем уровне, то пойдем на 1,6 триллиона. Пока что сидим на отметке 1,8. Основной уровень поддержки, я бы сказал, как раз там и есть, где мы сейчас. Или может быть чуть ниже. На 1,76. Теперь давайте пройдемся еще по эфиру. 2,229 долларов. Тоже падает эфир. И он в итоге вышел из клина. Все это вроде было хорошо. Опускался, как я и предсказывал. Но в итоге опустился гораздо ниже. У меня там торговая идея стоит. Зайти на 2,084 доллара. Такая была торговая идея. Тут была еще одна, кстати, более рискованная. Но ее закрыло по стоп-лоссу. Потому что эфир опустился ниже. Вот это безопасное, пока что актуальное. На 2,084 доллара. Теперь давайте почитаем ваши комментарии. Сделай, пожалуйста, теханализ Теслы. В прошлом видео я анализировал Теслу. Так что посмотрите. 64 тысячи была вершина. Никакого бычьего рынка. Биткоин пампит и дампит. Спекулятивный актив. Нет, биткоин это единственные реальные деньги. Можно напечатать неограниченное количество фиатных денег. Что и происходит в последние годы. Из-за этого мы и видим инфляцию. Во время ковида они напечатали дополнительно 4 триллиона долларов. Поэтому мы и видим, что цены растут. А количество биткоина ограничено. Всего 21 миллион биткоинов. В то время как печатается все больше и больше денег. Количество биткоинов не увеличивается. Поэтому чем больше денег печатают, тем дороже будет становиться биткоин. Но торгуйте, конечно, аккуратно. Усредняйтесь. Закупайтесь частями. Халвинг уже ничего не означает. Увидимся завтра. Хорошая работа. Пойдем на 59 или 64. Возможно восстановление. Почему ты не шортишь на фьючерсах? Я бы мог зашортить в марте. Но я не люблю шортить биткоин. На бычьем рынке. Сделай, пожалуйста, теханализ Теслы. Ну хорошо. Давайте заглянем на Теслу. Потому что Тесла вчера упала, как и весь рынок. Но до этого она росла. Там была перевернутая голова и плечи. И хороший был выход из этой фигуры. А затем бдыши упало все. Посмотрите, какое падение на Тесле. Это не только крипто упало. Фондовый рынок тоже. Ну что ж, на этом все на сегодня. Всем желаю хороших выходных. Торгуйте аккуратно. Следите за стоп-лоссами и ценой ликвидации. Отодвигайте ниже 48 тысяч. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра.